Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами в студии адвокат Михаил Пахомов. К нам поступило большое количество писем с просьбой рассказать о том, как правильно приобрести недвижимость в новостройках и не превратить при этом покупку в русскую рулетку. Привичный рынок жилья в последние годы в целом принял цивилизованный вид и процесс приобретения квартиры в новостройке с каждым годом все меньше походит на азартную игру. Однако, несмотря на то, что контролирующие органы и рынок установили довольно строгие и прозрачные правила игры, ряды обманутых инвесторов продолжают пополняться. Например, по данным Министерства строительного комплекса Московской области, на начало 2015 года в Подмосковье насчитывалось 34 проблемных объекта и около 6000 обманутых дольщиков. Самый большой минус новостроек по сравнению с жильем, приобретаемым на вторичном рынке, это риски нарушения сроков строительства и сдачи объекта, отсутствие у застройщика всех необходимых разрешений, банального жульничества с метражом готового жилья и, наконец, банкротства застройщика. Все эти и другие опасности бывает сложно предусмотреть и сохраняются они вплоть до передачи собственнику прав на недвижимость. Однако ощутимая разница в цене в пользу новостроек, особенно если вступить в строительство на этапе котлована, поддерживает неизменно высокий спрос на инвестиционное жилье. Тем не менее, вероятность возникновения разного рода неприятных неожиданностей можно значительно снизить, если подходить к выбору застройщика и заключению договора с ним взвешенно и ответственно. Большая часть опасностей для покупателя кроется в формулировках договоров, заключаемых с застройщиками. На сегодняшний день на практике встречается несколько видов договоров, по которым реализуется помещение в новостройках. Это договоры участия в долевом строительстве, предварительные договоры участия в долевом строительстве и купле-продаже недвижимости, а также договоры об участии в жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах. Договоры соинвестирования уже практически не встречаются, а договоры купле-продажи будущей недвижимости вообще из разряда фантастики. Все о них слышали, но никто не видел. Рассмотрим основные виды договоров, заключаемых между инвесторами и застройщиками. Проговорим их плюсы и минусы. Начнем с договора участия в долевом строительстве. Этот вид договоров наиболее часто используется в силу своей привлекательности для покупателей. Законом установлена обязательная письменная форма договора долевого участия, а заключенным он считается с момента его государственной регистрации. В том числе именно из-за этого многие граждане отдают предпочтение именно этому виду договоров, ведь регистрация означает определенные гарантии против перепродажи квартиры другому дольщику. Договор долевого участия должен содержать ряд закрепленных в законе обязательных условий, без которых такой договор не считается заключенным, и зарегистрировать его не удастся. Так в договор включается определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства. Причем предмет договора должен быть прописан, опираясь на положение проектной документации, и таким образом, чтобы это позволяло выделить, например, квартиру в составе многоквартирного дома. Важно отметить, что если у застройщика на момент заключения договора проектная документация отсутствует, суды в любом случае не признают описание объекта надлежащим. Более того, сам заключенный договор в таком случае будет признаваться договором долевого участия. Поэтому перед подписанием указанного договора следует тщательно проверить, оформлена ли у застройщика проектная документация. Напомню, ее застройщик обязан предъявить для ознакомления по требованию гражданина. Кроме этого, в договоре долевого участия обязательно должны быть прописаны сроки передачи жилья в собственность участника долевого строительства, и условия о цене договора, сроках и порядке ее уплаты, а также гарантийный срок на приобретаемую недвижимость, который не может составлять менее пяти лет. Не следует забывать, что уплата доли в строительстве дома является одной из основных обязанностей покупателя, и нередко суд становится на сторону дольщика только благодаря факту ее исполнения. В договоре долевого участия обязательно должна быть определена его цена. Причем, если в договоре не прописаны условия и порядок изменения цены после его подписания сторонами, то цена считается твердой и не подлежит изменению вплоть до передачи права собственности покупателю. Обычно условие об изменении окончательной цены построенной недвижимости связывается с возможным изменением фактической площади квартиры по сравнению с проектной, оговоренной в договоре долевого участия. О такой ситуации надо позаботиться заранее, закрепив в договоре правила пересчета окончательной стоимости жилья в зависимости от его конечной площади. Так, на случай, если площадь вдруг окажется меньше, необходимо предусмотреть обязанность застройщика вернуть соответствующую часть денег. Важно удостовериться, что доплата по условиям договора будет производиться на основании цены за квадратный метр, существа вашей на момент подписания договора, а не на момент сдачи дома. А лучше всего указать максимальный размер такой доплаты. Требования к договору долевого участия, как видно, предъявляются довольно серьезные, но это компенсируется гарантиями прав, которые получает дольщик. Так, если покупатель перечислил денежные средства, однако территориальный орган реестра в государственной регистрации договора долевого участия отказал, например, по причине того, что застройщик не получил всех необходимых для строительства документов и разрешений, то гражданин может потребовать от строительной компании немедленного возврата переданных денег, а также уплаты процентов в двойной сумме внесенных средств и возмещения причиненных убытков. Закон предусматривает обеспечение застройщикам исполнения своих обязательств по договору долевого участия. Обязанность застройщика вернуть внесенные дольщиками денежные средства и уплатить им различные виды компенсации, если что-то пойдет не так, обеспечивается залогом предназначенного для строительства земельного участка, а банковским поручительством или страхованием гражданской ответственности обеспечивается исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участникам долевого строительства. Причем застройщик обязан использовать и залог, и страхование ответственности или банковскую гарантию. Немалое число застройщиков по разным причинам не применяют договор долевого участия, лишая инвесторов многих гарантий, но при этом стоимость объектов становится существенно ниже, чем при застройке по договору долевого участия. Так, наибольшее распространение получили предварительные договоры. Рассмотрим подробнее следующий вид договора – предварительный договор. Правовая форма взаимоотношений между застройщиком и покупателем путем заключения предварительного договора закреплена в Гражданском кодексе. Схема с использованием предварительного договора заключается в том, что застройщик обязуется заключить с покупателем основной договор купли-продажи в будущем, когда он достроит дом, получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и всю необходимую документацию. Приобретая квартиру или иной объект по предварительному договору, следует иметь в виду, что до момента передачи объекта клиенту возводимая недвижимость числится не за дольщиком, а за продавцом. То есть застройщик заключает с участниками строительства предварительный договор, оформляет на себя в собственность квартиры, а потом продает их клиентам. Однако деньги в уплату жилья застройщик получает по предварительному договору сразу, до фактической постройки объекта. Предварительный договор купли-продажи жилья не подлежит государственной регистрации, в связи с чем риски многократной продажи одной и той же квартиры разным покупателям и иные риски значительно возрастают. В то же время Гражданский кодекс предусматривает форму предварительного договора, соблюдение которой дает покупателям определенные гарантии. Закон требует указывать в предварительном договоре признаки, позволяющие установить объект продажи, его цену и порядок внесения платы. Также должны быть определены условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора. Обязательно должно быть включено условие о сроке, в которые стороны обязуются заключить основной договор. При этом на практике в предварительном договоре этот срок может определяться периодом времени после оформления права собственности застройщика на помещение, что не является заранее известной датой. Этот факт играет не в пользу покупателя, так как регистрация права собственности застройщика на помещение в строящемся доме во многом зависит от воли застройщика, которая самостоятельно решает, когда подавать документы в регистрирующий орган. Важно знать, что если в оговоренный срок основной договор не был заключен и ни одна из сторон до его истечения не направила другой стороне предложение его заключить, действие предварительного договора прекращается. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, в оговоренные в предварительном договоре сроки, другая сторона имеет право обратиться в суд с иском о понуждению к заключению основного договора – купли-продажи. Сделать это необходимо в шестимесячный срок, с того момента, как стороны должны были заключить основной договор. При успешном разрешении дела основной договор считается заключенным на условиях, которые определил суд с момента вступления в законную силу соответствующего судебного решения. В отличие от договора долевого участия, претензии гражданины по предварительному договору в случае возникновения спора ничем не гарантированной – ни залогом, ни страхованием или поручительством. Поэтому в случае ликвидации застройщика велика вероятность того, что покупатель вовсе останется ни с чем. Следующий вид договоров – это договоры об участии в жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах. В качестве застройщиков могут выступать жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы, которые создаются в порядке, установленном жилищным кодексом, и федеральным законом о жилищно-накопительных кооперативах. В целом идеология этих форм самоорганизации пайщиков сходна. Решение жилищных вопросов за счет средств участников. В обоих случаях имущество кооперативов образуется за счет паевых и иных взносов членов кооперативов, а также доходов, полученных кооперативами от осуществляемой ими предпринимательской деятельности. Добавлю, что предпринимательская деятельность кооперативов должна осуществляться исключительно в тех целях, ради которых они создаются, например, возведение дома для ЖСК. Однако между жилищно-строительными и жилищно-накопительными кооперативами имеется ряд различий. Например, жилищно-строительный кооператив – это, по сути, кооператив одного дома, тогда как деятельность жилищно-накопительного кооператива может не ограничиваться строительством одного объекта. Жилищно-накопительный кооператив может сам выступать в качестве застройщика или участника строительства, а также приобретать жилье для пайщиков как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. У кооперативов есть определенные плюсы. В частности, на жилищно-строительный кооператив распространяются меры государственного надзора в области долевого строительства, а реализуют их действующие в субъектах Федерации контролирующие органы. Государственные органы вправе, в частности, проверять финансовую деятельность кооперативов и требовать устранения выявленных нарушений. А в случае, если кооператив не выполняет вынесенные предписания, контролирующие органы имеют право привлекать нарушителей к административной ответственности или даже требовать в суде ликвидации кооператива. Кроме того, дольщики вправе обратиться в надзорные органы с жалобами на деятельность кооперативов. А в случае, если такие жалобы будут признаны обоснованными, контролирующие органы могут подать в суд заявления в защиту прав и законных интересов членов кооперативов. Надзор же за деятельностью жилищно-накопительного кооператива осуществляется Банком России в пределах финансовой деятельности таких кооперативов. Так регулятор контролирует финансовую устойчивость накопительного кооператива и деятельность кооператива по привлечению и использованию денежных средств – пайщиков. Как и региональные контролирующие органы в области долевого строительства, Банк России вправе проводить проверки деятельности кооперативов, рассматривать жалобы пайщиков и защищать их интересы в суде, требовать устранения выявленных нарушений, привлекать должностных лиц кооператива к административной ответственности, а также обращаться в суд с иском о ликвидации накопительного кооператива в случае невыполнения им законных требований Банка России. Кроме этого, накопительные кооперативы обязаны ежегодно проходить аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Дополнительный контроль деятельности накопительного кооператива осуществляется в рамках саморегулируемых организаций, членами которых они являются. В то же время, участие в кооперативах несет для участника определенные риски. В соответствии с законодательством, устав кооператива должен содержать порядок покрытия пайщикам понесенных кооперативам убытков. То есть, пайщик личными средствами отвечает за покрытие понесенным кооперативам убытков. Это может быть предусмотрено и договором по накоплению или иным подобным договором. Более того, решением общего собрания пайщика вовсе могут исключить из кооператива за те или иные нарушения, например, за просрочку платежа или срока приемки квартиры. Кроме того, в договор с кооперативом на практике крайне сложно включить его ответственность за качество передаваемого объекта по завершению строительства. Это в первую очередь связано с тем, что кандидату в пайщики для подписания обычно предлагают типовой договор, в который кооператив просто отказывается вносить изменения. В остальном, участие в кооперативах несет в себе практически те же риски, что и другие, отличные от договора долевого участия, схемы привлечения средств инвесторов. Итак, вложение средств новостройки сегодня является одним из самых популярных и относительно безопасных способов как улучшения жилищных условий, так и вложения капитала. Несмотря на ряд довольно серьезных инвестиционных рисков, вновь построенное жилье обладает целым рядом преимуществ, среди которых более выгодная цена по сравнению с предложениями на вторичном рынке недвижимости, современная и часто свободная планировка, новые внутридомовые коммуникации и т.д. Уделяя же повышенное внимание юридически грамотному оформлению взаимоотношений застройщикам, риски утраты средств или неполучения желаемой квартиры можно свести к минимуму. Особое мнение было в эфире в студии адвокат Михаил Пахомов. Ждем ваших звонков и писем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова